Велосипед в странах Европы Велосипед в странах Европы В онлайн-сессии приняли участие велосипедисты ульяновского клуба «Симбайк», который существует в Ульяновске более 10 лет. В 2015 году лидер этого клуба Татьяна Балашова Державина была назначена советником губернатора Ульяновской области по велодвижению, после чего популярность велосипедного движения в регионе стала заметно расти. Велокультуру, велодвижение мы уже развиваем, как вы знаете, достаточно долгий период в регионе, то есть это порядка 5 более лет, так усиленно. И мне кажется, что мы сдвинулись уже с мертвой точки. Велокультура в городе – это комплексный подход всегда. Это не только велодорожки, нельзя сводить всё к строительству или реконструкции, обустройству. Это и благоустройство, и работа с подрастающим поколением, и знание ПДД всех участников дорожного движения, не только велосипедистов. Как подтвердили организаторы онлайн-сессии, опыт Германии обязательно будет использован в Ульяновске. После того, как представители велосипедного сообщества Ульяновской области послушают этот доклад, они выработают те предложения, которые, на их взгляд, будут направлены на совершенствование ульяновской велоинфраструктуры. И этот комплекс предложений мы направим новому созыву депутатов Ульяновской городской думы. Я думаю, горожане-то знают, что у нас есть велодорожки практически от центра города до северной части, до Парка Победы и так далее. Я думаю, что депутаты следующего, шестого созыва продолжат эту работу, но её нужно проводить не только со стороны законодателей, но и использовать те, скажем так, навыки и опыт, которые есть и в других странах. В частности, сегодня проходят встречи с представителями из Германии. Сотрудники ГИБДД тоже не остались в стороне от данной темы. Их мнение было услышано во время онлайн-сессии. Ежегодно количество велосипедистов возрастает. Для более безопасного передвижения по улицам города необходимо строительство дополнительных велодорожек, конструктивно выделенных от проезжей части для безопасности передвигающихся по ним велосипедистов. Да, опыт всех стран показывает, что выделенная велодорожка, то есть велодорожка чем от велополосы отличается? То, что она физически отделена от проезжей части, и автомобили и велосипеды, они пересекаются только на перекрёстках. А так велосипедист, он когда едет по выделенной велодорожке, он чувствует себя вполне комфортно. Конечно, инфраструктура должна меняться, а с ней учитывается мнение всех участников движения, как это давно делают в Германии. Спрашивается, зачем изобретать велосипед, не проще ли перенять немецкий опыт? Ирина Антонова, Владимир Куликов, Новости Уллправда ТВ.